Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях Павел Селушин, шестикратный чемпион Европы, шестикратный чемпион России, победитель Кубка мира и Суперкубка мира по жиму лёжа. Здравствуйте! Поднять вес в разы превышающий собственный – это про него. Павел всю жизнь занимается спортом, перешёл к жиму лёжа после занятий борьбой. Теперь он является региональным представителем Федерации «Союз пауэрлифтеров России» по Рязанской области. У Павла есть своя команда, он регулярно тренирует спортсменов, а сам готовится к поездке в США на те соревнования, отбор которым проходил на протяжении последних месяцев. Павел, когда вы начали проявлять интерес к этому виду спорта, откуда у вас появилась такая идея заняться? Это всё началось ещё со студенческой скамьи, когда во время студенчества занимались борьбой, времени стало не хватать на борьбу и нужно было работать. И потихонечку перешли к пауэрлифтингу, как раз конкретно к жиму лёжа. Вы добились неплохих результатов. Можете сказать, какие у вас следующие соревнования и что вы делали на протяжении текущего года? Этот год состоял из отбора на Олимпию, который будет проходить в Лас-Вегасе с 16 по 18 сентября. Первый отборочный турнир проходил в Долгопрудном, это в Москве был чемпионат Европы, который я успешно прошёл, также я выиграл его. И, соответственно, следующие соревнования будут в Лас-Вегасе, к ним я готовлюсь. Кто там будет принимать участие, из каких стран, может быть? Что, как будет выглядеть это соревнование? Там будет как большой мультитурнир, конкретно будет представлен на Олимпии бодибилдинг, мэнс-физик, также пауэрлифтинг, и там будем выступать. Расскажите, как проходит ваша тренировка, что вы делаете в течение этого времени? Ну, тренировка у меня начинается полшестого утра, когда я встаю, лёгкая пробежка, потом уже начинается утренняя тяжёлая тренировка. Либо вечером она проходит, всё зависит от времени и помощи, кто мне помогает, ребят. Это каждый день вы занимаетесь? Тяжёлые тренировки проходят где-то раз в 7-10 дней, а так, да, занимаюсь каждый день. Ведь есть разновидности по жиму лёжа, в экипировке, без, существует такое? Да, конечно, всё правильно. И расскажите, как вы сейчас выступаете, в каком именно формате и на Олимпии как будете выступать? Раньше я начинал выступать с народного жима, потом перешёл в жим на раз, то есть это поднятие максимального веса. С этого года, даже с начала того года, я перешёл в жим в экипировке, так как на главную Олимпию требуется именно экипировочный жим. Здесь кто-то вам должен помогать, я так полагаю, да? Да, у меня существует команда, в команде у меня 15 человек, и все они мне помогают. А что они делают? Поддерживают и помогают вывозить. Кто-то страхует, кто-то помогает озевать экипировку и следят за тем, чтобы я оставался в целости и сохранности. Ну, это достаточно такой тяжёлый вид спорта, я так понимаю. Я бы сказал, нелёгкий. Опасный? Ну, в какой-то степени да. Что у вас больше всего вызывает? Радости, может быть? От чего вы заряжаетесь? От своей команды. Раньше мне приносил улыбку то, как выступаю я сам, а сейчас я радуюсь то, как выступает моя команда. Довольны ли вы в этом году своими выступлениями или, может быть, есть ещё к чему стремиться больше? В этом году у меня были провальные выступления на Кубке России, но можно, конечно, обвинять кого-то, но в первую очередь, это, наверное, само себя и жару. В лето очень тяжело тренироваться, но будем работать, пытаться, так чтобы принимать все силы и приложить максимум усилий для того, чтобы выиграть. Почему летом сложнее? Жара намешает. Ну, ведь в зале же вы, наверное, так занимаетесь. Какая разница? В жаре, в зале существуют кондиционеры, там прохладно всё, но когда мы в обычной жизни, там жарко и очень тяжело восстанавливаться. А болельщики есть у вас? Да, их много. И как они себя ведут на ваших выступлениях? Поддерживают максимально возможно. Расскажите, как вы следите за своим питанием, ведь надо всегда быть в форме, существует ли спортивное питание какое-то особое или это обычное, просто вот, низкокалорийное, например? Да, за питанием мне помогает следить специально обученный человек. И помимо обычного питания, я кушаю спортивное питание. То есть это белок, аминокислоты и различные витамины. Павел, а каким образом у нас в Рязани развивается этот вид спорта? Много ли у людей занимаются? Я, получилось так, что занимаюсь как раз этим видом спорта и развитием этого вида спорта в Рязани и Рязанской области. Я являюсь представителем Союза паролифтеров России в Рязанской области. И пытаемся всеми силами максимальное количество людей, чтобы начало заниматься этим видом спорта, то есть привлечь к спорту, к здоровому образу жизни. Ну где места для тренировок, например? В нас в городе существует очень много залов, их большое количество. Все выбирают по удобству, где какой инвентарь, где ближе к дому, где просто друзья занимаются. А этот вид спорта может выглядеть как командный, например? Да. У меня создана команда. В моей команде порядка 150 человек. Это не только представлено Рязани, но и представлено город Москва и Московская область. Мы представлены во всех движениях, какие только существуют. Это помимо паролифтинга, это становая тяга, жем лежа, народный жем, присед, двоеборье. И в каждом движении у нас есть как и мальчики, так и девочки. И начиная от 14 лет и заканчивая с самым возрастным участником у нас, по-моему, порядка 55 лет. А со скольки лет можно заниматься этим видом спорта? Я считаю, что можно заниматься где-то с 80 лет. У меня есть примеры, хорошие знакомые, друзья, которые уже в 10 лет ставят рекорды. Рекорды мира и России. Там все зависит от родителей, кто как воспитывает. Вот и все. То есть можно отвезти деток к вам заниматься, а им еще не надо будет куда-либо выбрасывать энергию? Вполне будет достаточно этого одного вида спорта или можно еще параллельно чем-то заниматься? Тут нужно не забывать поговорку, которая еще была в советские времена. Физкультура лечит, а спорт калечит. Все-таки нужно начать в начале с физкультуры, а потом уже выбор будет за ребенком. Если ему будет интересно, тогда он будет заниматься. Если нет, то тут его никак не затянешь. А у нас в Рязани есть хорошие спортсмены, которые, может быть, также занимали первые места на Европе, помимо вас, и на России, может быть, даже в мире? Да, конечно, есть такие спортсмены. Можете озвучить, кто это? Да, это мои подопечные. Это Судоровский Сергей Николаевич, Артемов Кирилл, Булгарий Андрей, Рассказов Сергей. Их очень много. Ну, это конкретно наши рязанские спортсмены. А у вас есть какие-то категории подразделяющие спортсменов по классам мастер спорта, кандидат мастера спорта? Как это все выглядит? Ну, это все выполняется по определенному весу. То есть, когда человек выполняет, ну, конкретно спортсмен выполняет на соревнованиях определенный норматив, ему его присваивают. Если он проходит допинг-контроль, если он выступает в дивизионе с допинг-контролем. Если выступает без допинг-контроля, соответственно, тоже выполняет норматив, ему его присваивают. А вот какие есть названия? Ну, начинается с разрядных. Это первый, второй, третий. Дальше идет кандидат мастера спорта, мастер спорта, мастер спорта международного класса и элита. А это как, это элита? Элита – это самое высокое название, которое существует по рульфтинге. И у вас? Элита России. По? А, Элита России по Федерации ВПЦ, ИПЛ, ИПО, ГПА, ICM, Витязь и жимовой двоеборья. Эти названия, они больше понятны именно для таких спортсменов, как вы, или можно как-то расшифровать для обычных людей? Элита России. Это Международная Федерация, непонятно, конечно, спортсменам, которые занимаются тем же видом спорта, что и я. И также это вполне возможно найти в интернете и найти, как расшифровываются эти аббревиатуры. Какие у вас хобби, помимо всего вот этого прочего? Я люблю учиться. Да? Да. Где вы сейчас учите? Сейчас я пока закончил учиться, я защитил кандидатскую диссертацию, и с сентября планирую заниматься докторской диссертацией. По какой специальности? Техническая специальность. 05-20-01. Технологии, средства, механизации, сельского хозяйства. Вы будете дальше как с этим связаны? Не знаю, как жизнь положит. А еще есть хобби? Рыбалка, может быть? На основное время нет. Нет? Ну что ж, я желаю вам удачи в ваших дальнейших турнирах, достижений вам побольше. Спасибо огромное. Это была телепрограмма «Городские встречи». Увидимся с вами в эфире или на нашем официальном сайте город62.тв. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова